Ольга Фадеева. Актриса российского театра и кино. Популярность актрисе принесла роль в сериале «Солдаты». Но в свое время девушка мечтала о другой карьере. Будущая звезда родилась в 1978 году в семье артистов балета в Минске. Родители видели в Ольге балерину, да и сама девочка грезила танцами. Она ходила на все представления. Но исполнить детскую мечту не получилось. В хореографическом училище Ольге заявили, что у нее неподходящая комплекция и не тот шаг. В итоге она связала свою жизнь с другим искусством. Ольга Ефимовна Фадеева окончила театральный лицей, а затем Белорусскую академию искусств. Еще в студенческие годы она появилась на театральных подмостках в роли Офелии в Гамлете. Она играла в театре имени Янки Купалы, в спектаклях «Село Степанчиково» и его обитатели, «Странная миссис Сэвидж», «Ивонна», «Принцесса Бургундская», «Мертвые души». Еще во время учебы Ольга начала сниматься. Она появилась в клипах Александра Малинина «Надо жить» и Игоря Демарина «Мерилен Монро». В последнем она предстала в образе знаменитой кинодивы. В 22 года Ольга впервые сыграла в кино учительницу в фильме «Зарка Венера». Также Фадеева появилась в таких белорусских фильмах, как «Ускоренная помощь 2», «Закон», «Подружка осень» и «Отель желаний». В 2004 году Фадееву пригласили в солдаты на роль медсестры Ирины Пылеевой. Она принесла девушке всероссийскую славу. Ольга снималась во всех сезонах фильма. За плечами у актрисы 38 ролей в кино. Она появлялась в сериалах «Наркомовский обоз» и «Ласточка», картинах «Фабрика счастья» и «Вдовий пароход». Исполнила главные роли в сериале «Цыганка», мелодраме «Пряники из картошки». На международном кинофоруме «Вместе» Ольга получила специальный приз правительства Москвы за яркое воплощение образа в фильме «Она не могла иначе», посвященного Валентине Толкуновой. Она стала кавалером почетного знака Межпарламентской ассамблей за заслуги в развитии культуры и искусства. Сейчас Ольга снимается в сериале «Казанова в России», выход которого запланирован на 2021 год. Актриса дважды была замужем. Ее первый брак продлился недолго. Вторым ее мужем стал Александр Самохвалов. Они познакомились на съемках. Александр был режиссером и постановщиком трюков в боевике «Непобедимый», где Ольга исполнила главную роль. Влюбленные сыграли оригинальную свадьбу в стиле средневековья. Новобрачные гости были в соответствующих нарядах, а среди развлечений присутствовали стрельба из лука и бои на мечах. В 2009 году у пары родился сын Алексей. В свои 41 год Ольга по-прежнему красива и обворожительна. По словам актрисы, ее секрет в регулярной гимнастике для мышц лица, вакуумном массаже. Также она использует только натуральную косметику и посещает бани. Она ведет активный образ жизни, регулярно занимается спортом, любит пробежки и тренировки табата. Предпочитает здоровое питание и недавно перестала пить кофе. Помимо карьеры в кино, Ольга увлекается китайской живописью, занимается благотворительностью, участвует в работе поисково-спасательного отряда «Надежда» и благотворительного фонда «Милосердие». Ольга Фадеева в своем интервью журналу StarHit рассказала, как живет сегодня, чем занимается и почему исчезла с экранов. «Мое исчезновение связано прежде всего с низким качеством сценариев как на телевидении, так и в кино», объяснила Ольга Фадеева. «А хочется развиваться и двигаться вперед. В этом году мой муж участвует в разработке сразу двух зарубежных кинопроектов. Я активно помогаю ему, потому что это расширяет мои горизонты. Хочу отметить, что к моему глубокому сожалению технология кинопроизводства за рубежом очень сильно отличается от российской и не в пользу последней. А что касается работы в России, то я надеюсь, что талантливые люди, которые у нас имеются, рано или поздно будут востребованы. Хочется верить, что у меня когда-нибудь возникнет желание бороться за участие в интересном проекте».